Я ученый, я работаю в Институте Дальнего Востока Российской Академии Наук, плюс, ну я еще плюс много всего, чего делаю. Я здесь специально отметил, что я по своим религиозным взглядам атеист, а это очень важно именно для этой темы. Потому что только когда ты ни во что не веришь в эти все магические практики, в колдовство, в магию, то только в этом случае ты можешь их адекватно более-менее воспринимать. Я так считаю. Я считаю, что ученый должен быть с холодной головой и все-таки иметь возможность смотреть со стороны на все это и более-менее в равной степени воспринимать все, что он видит, не привязываясь к ни к чему. Потому что очень многие исследователи, там вот Африки, я много в Африке просто работал, Африки, Латинской Америки, Азии, они, несмотря на то, что они ученые, у них крыша в какой-то момент едет от того, что они изучают. Им кажется, что все это на самом деле существует. И, в общем, начинаются только одни сложности. Пока мне удается этого избежать, и я с холодной головой ко всему этому подхожу. Может быть, поэтому я еще жив, поскольку я участвую всегда во всех церемониях, обрядах, пью разную гадость, ем какие-то непонятные субстанции, участвуя в различных актах колдовства. Я всегда хожу ко всем шаманам и целителям, которых я вижу на своем пути, каким-то хиромантам, диким колдунам, которые умеют превращаться в зверье, и всем при этом не превращаются в зверье. У меня был, например, забавный случай такой, в Мексике я путешествовал, и мне сказали, ну, ты хочешь попробовать настоящую, мексиканскую, традиционную церемонию, когда тебя погружают куда-то под землю, в какую-то специальную вырутую землянку, в полной темноте, в обнаженном виде, вместе с шаманом, и он тебя там вгоняет в транс с помощью каких-то специальных растений, вот паров от этих растений, и ты впадаешь в транс, и ты видишь прошлое и будущее. Я сказал, ну, конечно, хочу, ну, куда же без этого, зачем же я сюда пришел. И мы действительно погрузились с ним в это подземелье, какое-то время он там что-то говорил, а потом я понимаю, что он уже вошел в этот транс, а я еще остался вот здесь. Он уже как бы там, а я здесь. И я говорю, ну, это, как же мне-то быть, не уходи. А он уже все, он уже на своем языке разговаривает, он с испанского перешел на свой там язык, науатль, и все. Я как бы вылез оттуда разочарован, честно говоря. Видимо, потому что я неверующий человек. И пришел туда с другими ожиданиями. Вот, значит, что в этом во всем интересного для меня? Вот это очень интересный факт, что магия, она была всегда и будет всегда. Вот 50 тысяч лет назад никакой науки не было, человек ничего о мире не знал, человек считал себя там частью природы и этой частью был на самом деле, и он верил в магию, он верил в колдовство, он верил в сверхъестественные силы. Сейчас мы живем в 21 веке, у нас у каждого интернет по три смартфона, мы более или менее представляем себе, как работают законы природы. Нам 150 тысяч раз рассказывали, значит, от чего молния случается, и мы все равно продолжаем верить в сверхъестественные силы. Почему? Ну, потому что нам ужасно хочется этого. Потому что, понимаете как, мы хотим заглянуть по ту сторону нашего обыденного мира. Это совершенно нормальное желание, оно есть у каждого из нас. Мы хотим, например, знать будущее. Мы хотим обладать информацией о том, что будет после смерти. Мы хотим открыть для себя ответ на вопрос, а почему мир именно такой, а не другой. Наука, она на какие-то вопросы ответить уже может. Ну, там, условно, почему вода льется вниз, а не вверх. Она может ответить на этот вопрос. Но это сразу становится скучным, как только она отвечает на какой-нибудь вопрос нам. А нам хочется, чтобы было не скучно, а весело. Мы любим тайны. Мы очень любим, чтобы нам открывали глаза на какую-то таинственность, и чтобы нам доказывали, что не все еще открыто, что не все еще объяснено, что в природе еще куча различных секретов, которые нам сейчас откроет вот этот вот находящийся на экране целитель. Он из Западной Африки, вот он сейчас камлает возле идола, и предскажет нам будущее, и, значит, лишит нас всех проблем, вылечит все наши болезни, в общем, сделает нашу жизнь сплошным весельем. Ну и, конечно, человек, на самом деле, с моей точки зрения, он в науку не верит. Вот мы ужасно не хотим верить в науку. Вы когда-нибудь замечали, что на полках книжных магазинов рано или поздно возникают какие-нибудь сенсационные издания, книги какие-нибудь, в которых пишется о том, что на самом деле все не так. Вот история не та, законы природы не те, все, что нам рассказывали в школе, забудьте, это все, значит, ерунда, потому что на самом деле все вот так. И начинается. И люди с удовольствием это покупают. Почему? Ну потому что мы не верим, мы хотим все равно, чтобы было все еще чудеснее, еще таинственнее, чем на самом деле. Мир сам по себе весьма прикольная штука, но мы хотим, чтобы он был еще прикольнее. Поэтому мы верим в эту магию и делаем это с той же страстью, что делали наши предки 10-20-30 тысяч лет назад. Вот, значит, причем мы, опять же, мы обладаем неким ощущением того, что некоторые люди имеют сверхспособности. Есть такие люди, которые умеют вилку там к колбу прижали, вот она держится. Мы все по телеку смотрели эти вещи, читали в газетах каких-нибудь, в газете ЗОЖ, в журнале каком-нибудь 7 дней обязательно рассказывается про девочку, которая умеет предсказывать будущее, про какую-нибудь там мальчика, который родился со знанием иностранных языков, их у него 31, и он лопочет, никто не понимает по какому. Или еще что-то чудесное. Мы идем к людям, которые обладают этими знаниями для того, чтобы решить наши собственные проблемы. Вот это всегда было и будет. И самое интересное, что технология здесь нисколько не помогает. То есть она не нам не помогает, не людям, которые живут от нас в десятках тысяч километров, в каких-нибудь затерянных племенах. Для них тоже существует 21 век, но они все равно все так же привержены каким-то своим древним знаниям. Поэтому для чего это существует, магия? Она, видимо, будет существовать всегда. Как бы мы не повышали уровень своего образования, начитанности или технологического навыка, все равно будет существовать магия всегда. Давайте посмотрим, как это происходит. Вот, например, шаман. Вот как он выглядел 12 тысяч лет назад. Это рисунок из Тасили-Наджер, алжирское место, где там куча сохранилась наскальных рисунков. И вот шаман, которого я заснял в Афгане 6 лет назад в Африке. Вот они практически не отличаются рукодруг. То есть за 12 тысяч лет ничего не изменилось. Люди, как это все происходит? Шаман, он не скрывает, что он обычный человек. Он говорит, ну да, вот я такой. Но когда я надеваю на себя вот этот свой чудодейственный костюм, то я становлюсь духом. Вот в чем смысл африканских масок? Маска, она сама по себе кусок дерева. И любой африканец это знает. Не только африканец, но и житель любого уголка земли. У нас с вами в России тоже были маски еще 200-250 лет назад. Многие там на различные праздники в деревнях ходили в масках, и там скоморошничали и так далее. Это везде было, во всех частях света. Маска сама по себе кусок дерева, или кожи, или чего угодно. Человек, который надевает маску, сам по себе тоже простой человек. Но как только он ее надевает, в него вселяется дух, он начинает общаться с потусторонними силами. Потому что маска в соединении с человеком дает вот этот рецепт. Это очень интересно всегда, потому что я участвовал в различных церемониях или смотрел эти церемонии, когда они надевают маски, они перестают, во-первых, себя вести как люди, они перестают с тобой разговаривать. У них очень часто в различных районах Африки, в Австралии, у них даже есть специальные священные языки, которыми общаются люди, когда они надевают маски. Это специальный язык масок. Это очень интересно изучать, тем более, что это вообще фиг изучишь. Все-таки они с неохотой идут на то, чтобы каким-то образом этот язык свой транслировать чужим людям, особенно белым. И вот это вот и дает им эту некую магическую связь с потусторонним миром, тем более, что этот потусторонний мир никак не отделен от нашего с вами. Это для них совершенно естественное продолжение нашего мира. Они считают, что духи живут рядом с нами, что предки умершие, они тоже рядом с нами живут, продолжают жить, что каждый камень, каждое дерево, пруд, зверек наделены сверхъестественными способностями, умеют разговаривать. Просто мы иногда слышим их, иногда не слышим. Вот если маску наденем, тогда начинаем слышать, а так нет. Самое интересное происходит, когда магия, вот эта древняя магия, которую человечество в течение десятков тысяч лет нарабатывала, придумывала различные обряды и всякие интересные практики, когда все это сталкивается с религией, потому что религия пришла, конечно, в эти районы не так давно. Это очень прикольная тема для исследования. Как мировые религии интегрируются в мир традиционной культуры. У нас в России это происходило в 10, 11, 12 веках, когда христианство приходило, они каким-то образом взаимодействовали. Традиционная культура и христианская религия со всей ее четкой обрядностью, с иерархией церковной, с книгами священными. Мы, к сожалению, очень мало чем можем об этом знать, потому что мало что сохранилось. Но это все мы можем как раз видеть там, где это происходит более или менее сейчас. Когда традиционные культы сталкиваются с мировыми религиями где-нибудь в Африке, в глубоких джунглях или в Латинской Америке, где население местное только-только начинает это все воспринимать. И вот это очень интересный такой начинается синбиоз, когда они пытаются выработать очень интересные формы того, что будет собой представлять их вера. Вот на самом деле Африка, например, она вообще разделена примерно поровну между христианством и исламом. Северная часть в основном исламская, южная часть в основном христианская. Так Африка выглядит на карте с точки зрения взаимодействия с мировыми религиями. Но на самом деле большинство африканцев, продолжая жить, например, даже в крупных городах или в деревнях, неважно, они все равно продолжают исповедовать свои древние культы. И это происходит весьма забавным образом, поскольку, например, на ваших экранах сейчас икона. Это христианская икона, на ней изображен Иисус Христос. Я ее в Эфиопии купил. Это моя икона, я ее сфотографировал. Только человек с очень сильно развитым воображением сможет сравнить ее с нашими отечественными иконами. Но тем не менее это икона, так они себе это представляют. Это все трансформируется под влиянием каких-то интересных традиционных магий. Они считают, что и то, и другое, и религия, и древние всякие культы духов, шаманов, различных тотемов, все это может сосуществовать, и спокойно человек может жить в этом, не испытывая никаких неурядиц. Хотя, казалось бы, ни христианство, ни ислам не испытывает никакой толерантности к этим самым духам и к этим самым шаманским практикам. Но приходится с этим жить. Приходится с этим жить. Ничего тут не поделаешь. Вот, например, это очень интересная фотография. Я ее сделал в Гватемале, в Центральной Америке. Значит, там существуют христианские святые, у которых есть церкви. В эти церкви ходит огромное количество народу, молятся им, приносят им различные дары. У них есть праздники, когда звонят колокола в честь этих святых. И, в принципе, по своей обрядности они ничем не отличаются от нормальных христианских святых. За исключением одного, что католическая церковь не признает этих святых. Она считает, что их вообще не существует в природе. Люди придумали их сами. Потому что это были какие-то местные духи, покровители тех или иных местностей, или покровители деревни, или покровители местного какого-нибудь леса. Вот, например, на наших экранах изображен святой Симон, которого не существует ни в какой христианской церкви. Этот святой Симон представляет собой деревянную статую в шляпе и с огромным количеством платков. У него платки, галстуки какие-то, навешанные на шее. В общем, он весь разодет. У него вокруг цветы, всякие ароматические травы. И самое интересное в том, что он курит. Вот, я не знаю, видно или нет отсюда, но у него во рту сигарета, и она все время дымится, то есть он все время выпускает дым. Когда он выкуривает одну, ему специальный человек приходит и засовывает в рот другую. Он курит. Это чудесным образом происходит. Я сам видел. Курит. Пыхтит. Понимаете? Значит, люди приносят ему дары, люди считают, что он, вот у него есть житие, например, они знают точно, что он сделал в жизни. И это как бы вот, вот все это интегрировано в христианскую обрядность таким образом, что церковь сама ничего не может сделать. Потому что, если церковь заикнется о том, что, ребята, все, святого Симона больше не почитаем. Ну, курит и курит. Пусть покуривает сам один, в сторонке. А мы будем почитать только святых, которые указаны в этих католических документах. Но это невозможно сделать, потому что он чрезвычайно популярен. Я видел, как люди, значит, они вот и на колени перед ним, и бухаются на пол, просят у него, и говорят, что он чудодейственные вещи творит, и действительно, вот он их исцеляет, и тому подобное. Куда его тянешь? Его же не запретишь никуда. Поэтому в этом смысле здесь религия с магией не могут никак расстаться, единожды встретившись. Я, например, участвовал в различных, ну, я когда встречаю колдунов, как я вам говорил, я всегда прошу их, друзья мои, вот мне нужна ваша помощь, там, дайте мне будущее мое, или вылечите меня от какого-нибудь там, не знаю, болезни, я уже от всех болезней вылечился, у меня уже не осталось их просто, я не знаю, чего их просить. Ну, я обычно там прошу, вот мне там, чтобы я какой-нибудь экзамен сдал, или еще что-нибудь, чтобы у меня там на работе все нормально было, чтобы никто меня не дергал. Вот, и всегда, вот в Африке очень часто приходишь к такому шаману, смотришь, а у него там Библия лежит, и вот он говорит, ты, значит, когда я буду колдовать, ты держи руку на Библии. Это значит, что он христианин, он, скорее всего, в церковь ходит, но как это объяснить, он не знает сам, и наука тоже не понимает, как это объяснить, что, ну, вроде как, с одной стороны он христианин, а с другой стороны вот он шаман, и более того, знаете, как бывает, вот иногда это мусульманские шаманы, то есть он вроде сидит, у него листки из Корана, он эти листки из Корана, он их, значит, размачивает в каком-то алкоголе и дает клиенту поживать. Таким образом, в тебя священное знание входит, читать-то они не умеют, тем более по-арабски, поэтому, но зато, поживав листок из Корана, ты четко, совершенно приобщаешься к великой мусульманской религии. Это, вот это вот, такое взаимопроникновение, оно очень интересные формы принимает. Вот, значит, у меня, например, была такая история, вот здесь на наших экранах человек, который тоже шаман, у него есть храм, и в этом храме, наравне с какими-то двухголовыми, значит, драконами, почитаются еще и индуистские боги. Как они к нему попали, он сам из Кении, если не ошибаюсь, видимо, какие-то индусы там были, вот приезжали, рассказали ему про Шиву, про Ганешу, вот видите, там изображены Шива и Ганеша, это индуистские боги из Индии, они ему тоже пригодятся, пригодятся, раз они имеют возможность что-то творить, значит, очень хорошо. Вот у меня есть такая история, значит, в Африке, в Гане, священник открыл церковь, открыл приход, его туда назначили, и что-то к нему никто не ходит в церковь, ну, нет народу, в воскресенье служба, народу нет, приходит там 20 человек, 30 человек, а он же за этим, ну, живет на пожертвования, это его бизнес, поэтому он какое-то время там пытается прорекламировать свою церковь, у него ничего не получается, он к кому идет? Он идет к шаману, он говорит, смотри, знаешь чего, мне нужен амулет, мне нужен священный амулет, ты мне, пожалуйста, наколдуй, чтобы ко мне приходил народ. Шаман говорит, это реальная история, вот мне вот ее рассказали, значит, сжигания рассказал тот самый колдун, колдун говорит, хорошо, я тебе дам, но только ты мне должен заплатить довольно приличную сумму за это, потому что, сам понимаешь, тут, Иисус Христос, как бы, я в конфликте с ним нахожусь, нужно как-то что-то решать, священник говорит, не вопрос, но денег нет, давай так, ты мне в кредит наколдуй, а потом народ повалит, и я, как бы, кредит тебе верну с процентом, все, забились, подписали договор о кредите, значит, возвратном, вот, через, там, два месяца, колдун сидит, думает, ну, что тут не идет парень, надо сходить к нему как-нибудь в воскресенье, посмотреть, что там делается, он в воскресенье отправляется, там, в соседнюю деревню, видит, что там народу, вообще, яблоку негде упасть, натурально, тысячи человек собралось, из всех деревень, понаехали люди в эту церковь, и он, естественно, злой, он разыскивает этого священника и начинает на него кричать, ну, что же ты делаешь, я же тебе дал амулет, ты мне сказал, что ты заплатишь, а ты ничего мне не заплатил, и вот они стали драться, и он мне показывал, что он разместил это в фейсбуке у себя, и вот я с ним вместе сидел и смотрел сцену, как они дерутся, как кто-то заснял с телефона, как они дерутся, по поводу этого амулета Джу-Джу, значит, вот, как при этом, и потом, значит, выяснилось, что этот свой амулет, он положил под крест, вот на алтаре, под крест, и пошло. В этой связи, понимаете, они как бы верят, что это работает и то, и другое. Как они это объясняют? Я вот с удовольствием всегда выспрашиваю именно объяснение, толкование, как они сами себе объясняют, почему он, с одной стороны, христианин, который ходит в воскресенье в церковь, а с другой стороны, он абсолютный язычник, который приходит к шаману, просить об исцелении. Объяснение очень простое. Шаман, во-первых, дает гарантию. К шаману ты можешь прийти и сказать, смотри, у меня есть такая проблема, они обычно приходят, у них там, либо, значит, проблемы в интимных отношениях, либо у них деньги. Ну, я не знаю, наверное, мы тоже с этим приходим, обычно к этим бабкам каким-нибудь. Ну, короче, вот у них две самые важные проблемы. И вот он приходит и говорит, у меня есть очень конкретная проблема. Шаман говорит, не вопрос, я тебе сейчас дам рецепт, я тебе дам конкретный там вот этот амулет, вот ты мне плачешь деньги, я тебе даю гарантию со сроком, что через два месяца ты от этой проблемы избавишься. А Иисус Христос нужно ходить и просить, и он милостив, он очень добрый, говорят мне африканцы, но он может сделать, а может по каким-то причинам и не сделать. Потому что, например, ты там грешил, или у тебя какие-то были перед ним долги, которые ты не вернул. В общем, что-то такое может произойти, что воспрепятствует гарантированному решению проблемы. Проблема не обязательно будет гарантированно решена. Во-вторых, шаман все-таки действительно делает чудеса. Шаман может на твоих глазах превратиться в гиену. Я не знаю, на моих глазах никто не превращался в гиену. Но, скорее всего, если бы я верил в него, он бы точно превратился. Я видел просто безумное количество людей, вполне таких образованных, очень интересных, интеллектуально развитых, которые видели, как шаман превращается в гиену, или как он начинает летать по комнате, как он превращается в дым, и в этом дыму поднимается куда-то на дерево. Я вот этих историй наслушался, я вам говорю. И они на самом деле верят, и это видят. Я вам потом расскажу о нескольких вещах, которые я сам видел, и вам станет это более-менее понятно. Ну, в-третьих, все-таки шаман очень конкретно мыслит. Он говорит, смотри, вот ты мне, там, две тысячи местных денежных единиц, я тебе исцеление от проблемы. И ты так думаешь, ну, наверное, стоит того. Как у нас там условно, вот дорогое лекарство есть, а есть дешевое лекарство. Дешевое не факт, что вылечит. Дорогое вылечит точно, но дорогое слишком. Слушайте, и где его искать еще? Вот так же и они. Вот он идет в мечеть, он молится, конечно, но он считает, что так как ты ему не платишь, то, собственно, в чем Бог тебе будет, зачем он делать, в знакомом основании. А здесь все четко и понятно. Человеку, конечно, это ближе. Вот. Ну и, конечно, тут важен рецепт. Тут важен очень четкий рецепт. Мировая религия тебе рецепта не выписывает, а шаман тебе говорит, вот тебе конкретно, значит, что ты должен сделать, чтобы это произошло. И раз, происходит. Или не происходит, но он тебе объяснит все, что ты не так принимал. Ты вечером пил? Я же тебе сказал утром, как ты мне говорил вечером? Нет, утром надо было, ну что ты делаешь? Вот. Ну вот смотрите. Вот я сам видел это. Это я сделал. Фотографию. Значит, человек выходит в транс с помощью шамана. Сам шаманом не является. Обычный какой-то мужик. Это было в Бенине. В Бенине. Значит, он берет из костра, значит, играют барабаны, он берет из костра горящую ветку и кладет себе на язык. Мне говорят, вот смотри. Я говорю, очень впечатляет, очень впечатляет. давайте теперь еще раз на бис все то же самое другого человека. Другой человек приходит, его вводят в транс, он кладет себе горящую ветку на язык, начинает ее кусать, откусывать. Я беру эту ветку, она, ну, горит, огонь. У него на языке никакого следа не остается. Ничего вообще не меняется. Он себе не опалил брови, он точно такой же. Я его как бы это видел собственными глазами. Ну вот где-то же там, они причем, понимаете, они же не пользуются какими-то современными технологиями. Я понимаю, есть фокусники на свете, которые там у них в рукаве, но у него даже рукава-то нету. Он вообще в обнаженном состоянии находится. Откуда это все берется, как работает? Многие вещи не исследованы, а они же это все видят. Они-то говорят, что вот оно, тут спорить с этим бессмысленно, потому что ты это видишь своими глазами. Или вот еще одна вещь, это вообще моя любимая история. Значит, деревня. Сегодня будет праздник духа покровителя деревни. Этот дух вселяется в копну сена, изображенную на ваших экранах. Копна сена, раскрашенного в различные цвета, ставится посередине площади. Она легкая довольно, ее может один человек тащить. После чего все собираются вокруг этой площади, и музыканты бьют в там-тамы, гудят в эти дикие, совершенно, значит, психоделические звуки, издают из музыкальных инструментов. И копна начинает постепенно плясать. Она движется. Она раскручивается вокруг своей оси и еще движется по площади. и некоторое время это делает. Потом они прекращают играть, она останавливается. К ней подходит человек, кладет ее на бок, там никого нет внутри. Я говорю, так, давайте сейчас еще разок. Ты играй, ты отойди. ты крутись. Значит, они начинают играть, копна начинает крутиться. Я говорю, так, все, сейчас всем стоп, ша. Подхожу сам и поднимаю ее. Там никого нет. Ну, что ты будешь с этим делать? Ну, куда девать рационалистическое сознание? Куда девать 2000 лет фундаментальной науки? Где законы природы? Где? Где? Три закона Ньютона не сработали. Что с этим делать? Я лично не знаю. Сейчас, вот, у меня есть кадр на эту тему. Вот этот кадр. Вот он поднимает ее, там какой-то идол стоит. Кто, как, откуда взялось. Я уже сам просто это сделал. Нету ничего. Естественно, люди, видящие это, они говорят, ну, хорошо, да, все нормально, вы можете как угодно со своей наукой там. Вы же тоже микробы не видели. Микробы-то вы не видели. Бактерию свою, инфузорию, туфельку-то вы не видели. Может быть, ее и нет на свете. А мы вот видим здесь дух, Зангбито его зовут. Вот этот Зангбито вселяется в эту копну сена и двигает ею. Неужели он не может меня вылечить от какого-нибудь там бесплодия или чего-нибудь еще? Конечно, может. Вот это все, оно работает, оно очень наглядно, и оно продолжает существовать. И более того, там сейчас уже все это, естественно, освоено на социальные сети. То есть люди все это передают через различные мессенджеры, через социальные сети, записываются видео. Люди, которые смотрят это видео, они тоже, значит, получают часть этой энергии. Как у нас там в 90-е годы был Алан Чумак, который лечил через заряженную воду, через экран. Вот у них сейчас то же самое это все происходит. Просто, ну, накладывается древняя магия на современные технологии. В результате мировая религия и древние магические колдовские практики, они сосуществуют и прекрасно уживаются друг с другом. Вот я эти два кадра сделал, они через дорогу находятся. С одной стороны дороги храм Питона в Того, а с другой стороны в христианский собор. И там такая возникла история у них, что к ним в Того приехал Папа Римский, потому что они вообще католики, в принципе. Вот Папа Римский приехал туда и зашел в этот собор. А потом, когда он вышел оттуда, он говорит, простите, а что это за странное такое строение с какими-то рогами, с какими-то змеями на стенах? И ему говорят, не обращай внимания, храм Питона. Мы как бы все католики, но если хочешь, можешь зайти тоже в храм Питона. Там вот есть этот жрец, он действительно на шее Питон. Там, если внутрь зайти, там их вообще огромное количество змей. Змеюк ползает по полу. Такой цементный пол. И вот этих огромное количество Питонов лежит, ты через них перешагиваешь, они такие ленивые, они уже все, значит, не обращают внимания на это. И человек идет туда и сюда. Вот он в воскресенье идет на службу, все остальные дни он идет решать проблемы своих в храм Питона. И все на этом нормально, совершенно все работает. они продолжают в это верить, то есть это как бы такие вот параллельные миры нашего с вами сознания. Ну и вот то, что я говорил, это про рецепты. Значит, рецепты такие, рецепты такие. Значит, возьми череп обезьяны, ну, наш бы человек пришел бы в ужас, откуда его брать. Сейчас я вам расскажу, откуда они его берут. Возьми череп обезьяны, растолки его в воде, так, чтобы он превратился в какую-то такую бурду неаппетитную на вид и выпей. Но надо это делать ночью, в полночь, где-нибудь на холме, то есть это пилить еще на этот холм в темноте. Выпей, остаток вылей себе на голову. Так заработает, все будет хорошо. Для этого там существует, как наши аптеки, понимаете, для этого там существуют специальные рынки, где продаются эти в бесконечном количестве амулеты. Вот этот стенд, скажем так, я не знаю, как магазинчик заснят мной в городе Ломе, где, значит, я сначала пообщался с шаманом, потом мне сказали, иди туда, вот бумажка, там все написано, рецепт вручи, тебе дадут какие-нибудь иглы дикобраза, значит, эти иглы дикобраза там себе в палец, значит, укали, чтобы была капелька крови, эту капельку крови, значит, в стакан, в общем, вот это все. Очень много всяких интересных рецептов, о них тоже можно вообще в настоящую книгу написать. Ну и самое интересное, что это работает. То есть человек пришел с болезнью, и человек вышел с рецептом, пошел растолок, что это вообще за звери были, какие-то непонятные звери из лесу, а сейчас они вроде как снадобья лекарственные, как у нас какой-нибудь пенталгин, ну вот, и вот это работает. А почему это работает, ну с моей точки зрения, естественно, это давит на психологию, потому что если ты действительно в это веришь, если ты чувствуешь, что оно должно сработать, то оно и сработает. Я, например, могу вам рассказать такую интересную историю, которая тоже, значит, в Западной Африке наблюдалась. Вот у одного человека украли его мужскую силу. Это там вообще чрезвычайно частая проблема. Значит, вот у него это украли, причем физически украли, нету. он там утром просыпается, нет, вчера вроде все было в порядке, все нет. Он говорит, так, он идет к старейшинам в деревне, он говорит, слушайте, у меня вот проблема, они говорят, не вопрос, бывает, ты, значит, спокойно, мы сейчас устроим сход. Они устраивают через несколько дней торжественно сход всей деревни, садятся старейшины, все люди вокруг, кто стоит, кто сидит, гвалт, мужик этот несчастный убивается, и они говорят, так, друзья, у нас сегодня на повестке дня вопрос только один, у этого человека украли то, что украли, и он хочет как бы вот разобраться с этой ситуацией, давайте сначала поймем, кто это украл. Все начинают думать, думают, думают, потом из толпы людей, так вот выходит мальчик маленький с мамой под руку, значит, вот он, ему лет 10, наверное, и он говорит, у меня есть идея на эту тему, вот у нас есть деревня такая, женщина одинокая, престарелая, вот скорее всего украла это она, они говорят, какие у тебя есть на эту тему свидетельские показания, он говорит, не вопрос, я видел это во сне, все говорят, ага, это уже серьезно, это серьезно, а что ты конкретно видел, ну я видел, что она ведьма, говорит мальчик, я видел, как она летает, она залетает в окошко, может залететь в трубу и крадет какие-то там определенные вещи, в частности и эту, а они говорят, да, ну ты смотри, а кто еще может, кто еще из присутствующих имеет какие-то факты того, что она ведьма, она при этом присутствует, потому что она сестра этого мужика, значит, вот незамужняя сестра, она такая пожилая уже женщина, спокойно сидит, ничего ей не делается, там еще одна женщина выходит, говорит, да, я тоже видел, она вот по ночам, она крадется, она, у нее, значит, вырастают крылья, и она как маленький самолетик, она говорит, как маленький самолетик летает над деревней, и, значит, вот она может улететь в джунгли, там вот всякие вот эти вещи расскажет, все говорят, так, ну тут уже показания двух свидетелей, ничего мы не сделаем с этим, давайте позовем эту женщину, женщина выходит, скажите, добрый день, скажите, пожалуйста, вы вот у своего брата крали это все или нет? Она говорит, да, я крала, да, а почему? ну, потому что я ведьма, она говорит, что, непонятно что ли? потому что я ведьма, я у него украл это, они говорят, очень хорошо, вот видите, мы все время движемся вперед, говорят они, давайте теперь спросим у нее, а где она это положила, куда дело? А она говорит, очень просто, на том конце деревни есть куст, и там это все находится сейчас, все говорят, ну так давайте пойдем туда, все движемся туда, на ту сторону деревни, все в большом воодушевлении находятся, для них это праздник, естественно, потому что, ну как бы не каждый день все такое происходит, мы отправляемся все на другой конец деревни, она лезет в куст и достает оттуда спичечный коробок, и вот обычный наш, одна копейка, и она говорит, вот это все, они говорят, ну слава богу, господи, наконец, давайте, мы берем у нее этот спичечный коробок, и передаем обратно этому мужчине, и все пляшут и поют, теперь вопрос, а что собственно произошло, вот что мы видели перед собой, на самом деле, мы видели перед собой, психологическую сессию, психотерапевтический сеанс, у человека пропали, значит у него там проблемы начались с мужским здоровьем, ему это мужское здоровье вернули, он реально в это верит, все вокруг в это верят, если ты скажешь, ну ребята, ну давайте посмотрим, там же скорее всего нет, или какая-нибудь фигня лежит в этом спичечном коробке, но они говорят, нет, ну это же как бы вот на самом-то деле, вот это же все очень символично, и тра-ля-ля, они в это верят, и из-за этого все и происходит, то есть на самом деле, вот этот вот сеанс коллективный нужен был для того, чтобы человека вылечить, и они его вылечили, более того, это очень интересная штука, еще одна история очень забавная, про то, как это работает в современном мире, я ее, честно говоря, сам не наблюдал, но я ее заимствовал у известного этнографа Леви Стросса, который работал долгое время в Южной Америке, значит, вот он пишет о следующем, он общался в городе, познакомился в крупном городе с человеком, который приехал из деревни, потому что он был наследственный шаман, его в детстве папа и дедушка должны были обучить шаманскому мастерству, как наследственного шамана, они его повели в священную рощу, там в священной роще, они ему сказали, смотри, ты шаман, у тебя сверхъестественные способности, когда кто-нибудь заболеет, ты набей себе рот какими-то ягодами, вот эти ягоды тебе, вот они здесь растут, ты набиваешь рот ягодами и кладешь туда еще птичьи перья, и когда кто-нибудь заболевает, ну, например, заболела у человека рука, то ты в эту руку впиваешься, значит, губами, а потом выплевываешь изо рта ягоды и перья, как будто у тебя кровавые какие-то вот штуки изо рта, это и есть болезнь, и вот ты ее выплевываешь, человек излечивается, на это парень говорит, слушайте, друзья, ну на дворе 20 век, какие перья, какие ягоды, я не буду этим заниматься, все это ерунда, я поеду в университет учиться, в город, я этой большой хренью заниматься, значит, отказываюсь, и он уезжает из своей родной деревни, он едет учиться в город, учится, работает, прекрасно себя чувствует, все хорошо, и вдруг к нему приезжает человек из его родного села и говорит, слушай, смотри, там папа твой, значит, давно умер, вот дедушка умер, у нас проблемы, женщина заболела, лечить некому, ну ты шаман, в конце концов, или кто, приезжай, пожалуйста, реши вопрос, он говорит, я не шаман никакой, я ничего не умею делать, он говорит, ну смотри, ты хочешь, чтобы она умерла из-за тебя, что ли, этого ты хочешь, приезжай, и он, значит, что делать, он едет в свою собственную деревню, идет в священную рощу, набивает рот ягодами, берет птичьи перья, кусает ее там, за что-то, за что у нее болит, и выплевывает, и женщина выздоравливает, и он не понимает, что происходит, у него когнитивный диссонанс, он абсолютно не понимает, что он, собственно говоря, сделал-то для нее, но она выздоравливает, ему говорят, ну и все нормально прошло, давай можешь дуть обратно в свой город, пока кто-нибудь не заболеет, а там мы тебя пригласим, и вот его все время приглашают, и у него все время все получается, хотя он сам в это не верит, а люди верят, это такая штука, которая будет, наверное, работать всегда, я думаю, что с этим вообще ничего сделать невозможно, и даже, наверное, не имеет смысла, это действительно такая, вот психология, психотерапевтическая наука, медицина, все в одном, вот в этой магии собрано, в конце концов, я думаю, что вероятнее всего, многие люди, которые получают от церкви, примерно такие же вот вещи, которые позволяют им чувствовать себя более-менее хорошо, и, ну так сказать, получать то, что они хотят, либо выздоровления, либо решения каких-то проблем, потому что появляется уверенность, появляется некая там надежда, которая очень сильно воздействует, естественно, весь организм. Вот таким вот образом они и существуют, существуют, причем, вот я, скажем, рассказывал вам про этого человека, мужчину, которому спичечный коробок вернул все его здоровье, вот он на свою сестру, он совершенно как бы не обиделся, ну бывает, но она ему там завидовала по каким-то причинам, вот она у него украла, значит, а потом вернула, ну и хорошо, но в принципе, конечно, скорее всего, за ней теперь закрепится некая репутация ведьмы, и с этой репутацией ей в дальнейшем жить. Куда деваются эти ведьмы? Это очень интересный вопрос. Раньше в Африке, в Азии, если человека уличали в колдовстве, его просто-напросто убивали. До сих пор там есть где-нибудь какой-нибудь остров посреди озера, куда их свозят туда, наверное, у смерти, там они от голода помирают. Раньше это случалось везде, но сейчас на дворе опять же 21 век, существует закон, закон запрещает убивать человека, даже если он ведьма или колдун, и что с этим делать? Значит, люди, каким-то образом правительству надо решать этот вопрос, потому что ведьмы продолжают существовать. И вот тогда, значит, правительство некоторых африканских государств, они придумали очень интересную фишку. Они делают следующим образом. они создали лагеря специальные, куда со всей страны свозятся вот эти ведьмы и колдуны. Если человека уличили в том, что он колдун, то они, значит, это сигнализирует об этом местным властям, и местные власти должны что-то с этим делать. Приезжает микроавтобус, человека забирают, отправляют его в этот лагерь. Вот я сам был в этом лагере, это вот на фото изображена одна из ведьм, с которыми я общался, я у них брал интервью, мне разрешили поговорить с двумя ведьмами и с одним колдуном. Это один из самых интересных дней был в моей жизни, потому что очень по-разному люди, конечно, рассказывают о себе. Одна из них мне рассказала следующее. Я говорю, ну хорошо, давайте начнем, что произошло. Она говорит, ну вот какая-то жена моего брата или жена моего какого-то родственника, ей надоело меня кормить, потому что я вот ничего не делаю, мне уже много лет, мужа у меня нет, детей у меня нет, и меня кормил мой брат с его женой. В конце концов, жене надоело меня кормить, тратить бюджет на это дело, и она всем рассказала, что я ведьма. Я говорю, ну а вы на самом деле ведьма? Она говорит, нет, я никакая не ведьма, просто она на меня возвела, так сказать, клевету, и все в деревне поверили, что я, значит, она там как-то это творила, причем с помощью мобильного телефона. Она насылала какие-то сигналы, они там, знаете, очень часто какие-то смайлики, они считают, что это колдовское воздействие имеет. Если ты отправил человеку какой-то определенный смайлик, то это считается колдовство, и лучше так не делать вообще. Поэтому я с тех пор с африканцами смайликов не использую на всякий случай. И вот, значит, они ее как бы оклеветали, как она говорит, после чего ее привозят в этот самый лагерь ведьм, там стоят хижины, в них живут со всей страны различные колдуны и ведьмы, причем там специально работает штатный сотрудник, который из них колдовство каким-то образом вышибает. То есть вот он проводит с ними определенную церемонию и лечит их от этого колдовства. После этого они уже очищены и могут жить в этом лагере до самой смерти, потому что куда им деваться? В родную деревню их не пустят, а куда еще им отправляться? Больше некуда. Вот они там живут, она вот эта женщина, она говорит, что я никакая не ведьма и меня просто напросто оклеветали. Потом она мне говорит, ну вот поговорите еще с моей подружкой, мы тут подруги, мы отличненько живем. Я отправляюсь к ее подруге, а вы, она говорит, я ведьма и есть. Да, ведьма. Я говорю, да, очень интересно. А расскажите, пожалуйста, что вы делали? Ну, как, что я делала? Ночь наступает, я превращаюсь в муравьеда. И я, как муравьед, хожу по деревне, и если мне нужно кому-то навредить, то я могу проникнуть в жилище любого человека. Она еще говорила, вот я копаю, копаю рою и попадаю в жилище любого человека, в хижину и насылаю на него какую-нибудь там порчу или что-то такое. Она это настолько красочно описывала, с таким удовольствием, с каким-то, как вот, значит, человек описывает, как он, я не знаю, там, что-нибудь коллекционирует или занимается любимым делом. Вот ей это прям нравилось. Я говорю, так, хорошо, и что же? Ну, вот я вредила, кому-то мне надо, там было, вот я навредила там одной женщине, у нее мертвый ребенок родился, ха-ха-ха. Я говорю, да, как интересно, здорово, ну, а сейчас-то чего? Ну, сейчас, к сожалению, ничего не работает, потому что меня привезли в этот лагерь, здесь со мной вот этот штатный сотрудник поработал, значит, там делается так, что курица, живая курица, этот человек заговаривает эту курицу, потом отрубает ей голову, голову, и курица бежит. Курица некоторое время бежит, потом падает на какой-то бок, я думаю, что это вам всем будет сегодня сниться вечером. Но вы сюда пришли, вы знали, что делали. И потому, на какой бок она упала, человек понимает, что, вот, значит, выздоровел его клиент, стал нормальным человеком, или остался ведьмой и так далее, то надо повторять еще какие-то там дикие совершенно вот эти вот всякие комбинации. и вот, таким образом, они там продолжают жить, у них там, собственно, новая жизнь начинается, у них происходят какие-то, там даже, там, браки новые заключаются между этими ведьмами и колдунами. То есть, в принципе, такое создают просто вот деревни, где живут люди, которых изгнали из собственных деревень. То есть, в данном случае, сейчас уже никаких убийств нет, никакого людоедства не существует, никто этих ведьм там в болотах не оставляет, а государство просто вынуждено тратить на бюджетные средства на то, чтобы никто не собирается убеждать людей, что они не ведьмы. Вот никто не собирается жителей деревни там собирать вместе и говорить, ребята, что вы делаете? Ну, на дворе 21 век, ну, давайте так, эта женщина здесь останется, никаких проблем с ней не будет, никакая она не ведьма. но правительство как бы капитулировало, оно понимает, что это невозможно излечить. Если человека сошли колдуном, то значит, он колдун, и надо просто его оттуда изолировать, вывозить и что-то с этим делать. Вот, вот это все так происходит, и честно говоря, когда люди, ученые начали изучать это дело в 19 веке, начали писать об этом книге, многие говорили, что это традиционная культура, она уйдет, она никуда не уходит и никогда, скорее всего, не уйдет. Слушайте, мы с вами знаем очень много людей, которые здесь у нас, в нашем, так сказать, просвещенном обществе все равно пользуются услугами тех или иных, значит, целителей и так далее. Они, конечно, это все наворощенные, там они не представляют собой древнюю культуру какую-то, вот, они сами ее изобретают, но все равно, тем не менее, доверие к этому очень высоко, находится на высоком уровне и будет продолжать находиться на высоком уровне. Значит, я вам могу сказать следующее. Я сам однажды, вот со мной случилась такая история, вот я вам напоследок расскажу, значит, собственную историю. Я был в одной из африканских стран и мне сказали, смотри, хочешь ты познакомиться с самым могущественным нашим шаманом? Я сказал, ну, конечно, хочу, да, давайте, конечно, ну, давай, мы только тебя к нему повезем ночью, потому что днем у него там огромная очередь, если мы белого человека попробуем без очереди к нему провести, то начнется восстание, поэтому мы, пожалуй, лучше тебя ночью к нему отправим. И вот мы ночью поехали к этому мужику, он там настолько велик, что к нему клиенты едут из Европы, из Америки, там он сам ездит, все время в США кого-то консультирует, вот он, он целитель шаман, он живет на улице его имени, вот я, мы поворачиваем на эту улицу, там написано улица Нано Аббас, вот его зовут Нано Аббас, ну, хорошо, значит, он такой компаунд большой, где он живет, и вот выходит к нам какой-то человек в майке, в тапочках, какой-то, ну, непримечательный довольно, мужик такой низкого роста, и я начинаю его интервьюировать, я говорю, ну, вот расскажите нам, пожалуйста, о своей судьбе, как вы дошли до такой жизни, он говорит, очень просто, когда я был маленький, меня украли у мамы гномы, я говорю, так, с этого места поподробнее, давайте, как это было, очень просто, вот, меня украли гномы, мама пошла там куда-то, отвернулась, помешать, значит, картоху, оборачиваться нету, ребенка, меня украли гномы, и они обучили меня своим премудростям, они обучили меня волшебству, а что бы случилось потом, говорю я без выражения на лице, он говорит, ну, а потом они меня вернули обратно, я, значит, вот опять в дыму, они очень любят в дыму передвигаться, эти все шаманы, я в дыму вернулся вот обратно в отчий дом, и таким образом я всему этому научился, я говорю, хорошо, в дыму вернулся, записываю, он говорит, он так смотрит на меня пристально, и говорит, слушай, ты же вот во все это не веришь? я говорю, нет, ты знаешь, я, честно говоря, не верю, потому что, ну, вот я ученый, я записываю, как бы, и мне вполне достаточно этого, он говорит, ну, смотри, ты хочешь, я тебе сам что-нибудь такое отмочил? Я говорю, ну, а чего? Он говорит, ну, какую-нибудь твою проблему решил, хочешь, я сейчас решу. Я говорю, ну, я не знаю, я, в принципе, свои проблемы все сам решаю, с удовольствием, и как-то все идет нормально. Не-не-не говорит, вот какая-нибудь там, может, со здоровьем у тебя что-то. Я говорю, ну, вот у меня там головная боль все время, что-то башка болит, этот вечный стресс московский, вот что с этим делать? Он говорит, не вопрос, сейчас мы сделаем. Давай, значит, вот иди в ту маленькую хижину. Сейчас захожу в какую-то маленькую хижину, значит, он появляется с обратной стороны, с внешней стороны, в окошке, в таком специальном, у него уже лицо все раскрашено, и он говорит каким-то утробным голосом, не раскрывая рта. Знаете, как вот чревовещатели делают? Тут очень эффектно, я вам скажу. Я даже хотел его попросить, чтобы меня научил, потому что здорово, так иногда сидишь день на заседании правления, и вдруг вот выдаешь. Прикольно. Ну, вот видите, я вот таким вот вещам не научился, не шиша. Надо обратить внимание, вот журналист ваш меня подверг астракизму за это, что я не умею колдовать, не шиша. Ну вот, и он мне кладет руку на голову, начинает что-то там шептать, что-то такое, потом говорит, сейчас я тебе выдам рецепт, ты с этим рецептом пойдешь, все сделаешь, у тебя голова, значит, не будет мигрени, и вот это вот никогда не будет больше. Я говорю, хорошо, давай, пусть не будет мигрени, что нужно делать? Он говорит, очень просто, берешь, завтра иди, купи кокосовый орех, значит, выпей сок, кокосовое молоко, остаток вылей себе на голову, как водится, и вот так, я говорю, что и все, и все, и что, мигрени больше никогда не будет? Нет. Ну, значит, я на утро, естественно, я пошел, купил кокосовый орех, выпил, остаток как дурак, значит, вылез я на голову, у меня даже видео-то есть, как я это делаю, вот, я его показывать вам не буду, и, и я бы вернулся в Москву, значит, мигрени нет, я думаю, ну, смотри, если три месяца не будет, я поверю вот в этого паренька, ну, прошло вот с тех пор много лет, я не могу объяснить себе, как это происходит, все-таки, что-то такое есть, я не могу, я не только не могу объяснить это, я не могу в это поверить, скорее всего, что-то, может, оно само прошло, я не знаю, но вот у меня нет ощущения, что я вот ему верю, что это все случилось, хотя мне с тех пор, я не знаю, я несколько раз рассказывал эту историю своим там друзьям, приятелям, они говорят, дай, дай нам вот контакт, мы поедем, там у меня на работе проблема, мне там 2 миллиона рублей должен, человек не отдает, гад просил, на прошлой неделе же, сказал, что отдаст, не отдает, давай я поеду, решу вопрос, я всем даю его координаты, но сам не могу в это поверить, как это происходит, я не знаю, но это, видите, как работает, и здесь совершенно не имеет смысла рассуждать даже, почему, потому что в каком бы столетии мы не жили, будь то 21 или какое другое, наверное, это будет всегда одно и то же, вот я хотел бы на этом завершить повествовательную часть, думаю, что у вас могут возникнуть какие-нибудь вопросы, вот смотрите, если вдруг, вот вы сейчас зададите какие-то вопросы, если вдруг у вас останутся какие-то вопросы, которые возникнут потом, можете мне написать на электронную почту, вот эта электронная почта, задавайте, пожалуйста, я уточнить, вы когда рассказывали, я немного не понял, то есть вы сначала говорили, что эти колдуны там очень популярны, к ним все ходят, а потом вдруг началось, что их какие-то консулагеря специальные, ну, или как там, специальные для ведьм, и эти сводят, раньше их убивали, так вот вопрос, как бы мне непонятно, то есть их там убивают, или все-таки их там любят, к ним там ходят, в них там верят. Это очень хороший вопрос, да, спасибо, вот надо это прояснить вопрос. Дело в том, что в традиционном обществе всегда есть люди, обладающие магической силой, которые либо используют ее во благо, либо во вред. То, что мы называем белая магия и черная магия, они очень четко всегда различаются. Целитель – колдун. Целитель – хороший человек, его любят, у него над хижиной развивается белый флаг, к нему ходят люди, значит, к нему стоит очередь, и он один из самых уважаемых людей в селении. Колдун – это, как правило, человек, который не декларирует, что он колдун, он вообще об этом никому не рассказывает, потому что если он об этом расскажет, сразу у него начнутся проблемы. Но, тем не менее, он каким-то образом тайно совершает свои магические чудо-действия, которые приводят к негативным результатам у людей. Целитель тоже это может делать. Если к нему прийти и спросить, а ты можешь вот кого-нибудь там заколдовать, чтобы у него там голова отвалилась, он говорит, да, могу, но я этого никогда не делаю. Но на самом деле, если ему там денег заплатить, может быть, и сделает. Но, во всяком случае, вот это все очень четко разделяется. Колдун – это тот, кто не декларирует, что он колдун. Очень просто. Спасибо большое за вопрос. И еще один вопрос. Давайте. Ну, вы много общались там с такими вот колдунами, магами. Ну, не было у вас такого опыта, вы никогда им не задавали вопрос, но если они такие могущественные, если они, правда, могут многое, ну, почему же они не могут, например, там, какую-нибудь свою, ну, там, небольшие же есть страны, маленькую страну, ну, там, о благодействии, чтобы там все жили, ну, как в Швейцарии, если у них такая сила великая. Спасибо. Я думаю, что никто никогда из них не задавался такой задачи, на самом деле. Скорее всего, никто к ним не придет с таким заказом. Сделайте, пожалуйста, нам из нашего Бенина Швейцарию. Возможно, это просто слишком много денег стоит. Никто поэтому… Но сначала ограбить Швейцарию. Но я совершенно точно знаю, это, как бы, известные факты из литературы, что очень многие руководители государств и в Африке, и в Азии, они ходили или продолжают ходить к этим самым целителям. Они окружают себя различного рода вот такими вот колдунами, которые для них совершают различные и жертвоприношения, и всякие специальные магические обряды для того, чтобы они успешно управляли государством. Вот в Либерии, я знаю, был такой президент, который… Его заколдовали, его пули не брали. Вот он считал, что его не берет пуля. Поэтому, когда его застрелили, он, конечно, был чрезвычайно удивлен первое время. Спасибо большое за вопрос. У меня два вопроса. Первый вопрос. Привезли вы с Африки какие-нибудь амулеты? И для чего? И работают ли они? И второй вопрос. Изучали ли вы в Африке маски? Потому что они очень интересны и разнообразны. Какое ваше впечатление? Спасибо. Прекрасный вопрос. Давайте я начну с конца. Маски – очень интересная штука. Я всегда с удовольствием… Я много, естественно, прочел о них, много видел различных церемоний, связанных с масками. Это совершенно универсальный такой инструмент, который вот на всех континентах… У нас с Африкой обычно ассоциируются маски, а на самом деле они есть везде. У эскимосов есть маски, понимаете, у индейцев огненной земли есть маски. В Китае, в Индии везде существуют эти маски, которые преображают человека и делают его ближе к потустороннему миру. И, естественно, это очень интересно изучать. Я сам себе, честно говоря, навез у меня вот в офисе целая стена этими масками увешана. Не могу сказать, что я их там коллекционирую, потому что я бы, наверное, тогда захламил бы себе всю квартиру. Но, тем не менее, у меня есть, и некоторые люди входят ко мне и говорят, а как же энергия, как же аура, как ты можешь здесь вообще работать, что-то писать. Ну, я не знаю, может, я и могу здесь работать именно поэтому. Поэтому, конечно, маски очень интересные, про них куча литературы. Почитайте что-нибудь. Вон здесь сейчас лежит на, я видел на первом этаже, на стенде выставочном, как раз Леви Стросса книга «Мир масок». Она прекрасная книга, в принципе, небольшая, 100 страниц можно прочесть, получить представление о том, как это работает. А что касается амулетов, у меня их целый ворох, честно говоря, я всегда, вот если мне какой-нибудь целитель, или там шаман выдает какой-нибудь амулет, я его с удовольствием привожу. Однажды я в 2018 году участвовал во всероссийском конкурсе управленцев лидера России. Я это первый раз рассказываю, эту историю. Я участвовал в конкурсе управленцев лидера России. 200 тысяч человек, может, кто-то слышал об этом конкурсе, его организует администрация президента. 200 тысяч человек соревнуются, за звание лучшего управленца, победителей всего 100, то есть 2000 человек на место. И вот я решил тоже поучаствовать, и я прошел там 6 туров и вышел в финал, и вот перед финалом я был в экспедиции в Мавритании, и меня там познакомили с колдуном, который колдует на руке, хиромант, по-нашему. Вот ты приходишь к нему там в лес, в какую-то хижину, он садишься, ты не можешь на него смотреть, вот он сбоку от тебя сидит, вот ты смотришь перед собой, он берет твою руку, и я ему говорю, смотрите, у меня тут скоро будет финал, понимаете, конкурса лидеры России. Мне что-то надо, как его выиграть, победить, потому что я прошел финал, вот у меня сейчас последний, так сказать, решающий бой. Он говорит, это совершенно легко сделать. Вот сейчас я тебе дам маленькую такую деревяшечку на веревке. Ты когда туда пойдешь, на этот вот свой конкурс, ты, говорит, обвяжи ее вокруг талии, вот эту веревочку, и иди. И я, значит, вы видите, вот повязал. Вот. И победил. Ну что теперь с этим сделаешь? Ну, я, конечно, мне, конечно, лестно было бы думать о том, что это случилось из-за моих способностей каких-то или талантов, но я поэтому, собственно, никому об этом и не рассказывал. Но теперь вы знаете, что никаких талантов у меня нет, поэтому спасибо большое за ваш вопрос. У меня вопрос касаемый религии. То есть вы рассказывали большое количество стыковок. А какое количество, максимум религий все-таки человек там все-таки исповедовать может? Это считается нормой? Ну, хороший, кстати говоря, вопрос. Спасибо большое. На самом деле, они свою вот эту магию, свои эти практики магические, религии не считают, естественно. Они считают, что религия, это вот когда ты идешь в церковь, когда ты читаешь молитву, когда ты Библию читаешь или Коран, вот это моя религия. Но плюс ко всему, мне нужно еще решать мои повседневные вопросы с помощью шаманов. Поэтому для этого существуют шаманы. Вот они это как бы разделяют, но фактически, естественно, смешивается все это и вот к каким-то совершенно курьезным вещам приводят. А так, знаете, в некоторых странах люди совершенно свободно переходят из ислама в христианство и обратно. Я такие страны знаю. Вот, например, в Эфиопии есть народы, где у них там развитый ислам и христианство, и они очень часто в течение жизни туда-сюда переходят по каким-то жизненным обстоятельствам. Вышел человек замуж, стал христианином, потом развелся, опять вернулся в мусульманство. Ну, это нормальная совершенно ситуация. И они как-то все это смешиваются. Спасибо. Здравствуйте. Я хотела спросить кое-что одновременно вроде и по теме, и немного нет. Два вопроса. Первый – это почему вы изучаете именно это сочетание религии и верований? Почему не там греческие, скандинавские, вот это все? А второй вопрос – это почему вы вообще решили устроить лекцию именно на эту тему здесь? А, прекрасно. У меня такой же вопрос. Мы же искали всякие интересные сюжеты. Мы каждый раз, когда меня приглашают сюда читать лекции, мы ищем какой-нибудь интересный такой сюжет, который может быть одновременно злободневным и захватывающим. И мне кажется, что об этом очень много… Ну, в принципе, это всем интересно, во-первых, точно всем. Любой человек интересуется какой-то формой магии. Во-вторых, люди просто мало что знают об этом. Потому что ученые, конечно, это изучают, но об этом все равно довольно мало литературы, потому что здесь куча спекуляций, и это интересно, потому что мало кто этим занимается. Если честно, даже среди моих ученых-коллег. Это ответ на первый ваш вопрос. Во-вторых, все-таки я полевой исследователь. Мне нравится изучать то, что сегодня существует на свете. Греческая религия умерла, так сказать, в VI веке нашей эры, как мы знаем, с закрытием Афинской академии. А скандинавская религия умерла в X веке с принятием христианства в Норвегии. Это исторические исследования, я таким не занимаюсь. Я вот езжу именно к людям, которые сегодня живут так, как когда-то жили в Греции, в Скандинавии и даже в нашей России. Мне интересно смотреть там на то, какими были наши предки 10 тысяч лет назад. Слава Богу, что на свете еще сохранились такие места, где мы можем понять, как жили наши далекие предки. Это ужасно интересно делать, поэтому, если кому-то захочется, наверняка вы съездите куда-нибудь в тропическую Африку, заберетесь куда-нибудь вглубь. Как вы видите, значит, все-таки я выжил и благодаря всем этим экспедициям, хотя там со мной случались всякие разные истории, но, в общем, это вполне безопасно и зато очень интересно. Вы все равно немного не ответили, почему именно вот сюда, в Тольятти, вы выбрали именно эту тему лекции. Я как раз пытался ответить, у меня просто не очень получается. Это интересная тема, она интересна всем, и она вот очень хорошо подходит для научно-популярных лекций, которые мы здесь как раз все и читаем, и, собственно, из этого и состоит цель интеллектуального клуба «Химия слова». Что-то такое интересное и актуальное, что всем было бы более или менее близко. Таких тем очень много, так как у меня ограничен выбор, я должен был выбрать одну, вот выбрали такую, на ней сошлись. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня к вам вопрос такой, больше основанный на личном опыте. Я не могу сказать, что я верила в Бога прямо очень сильно, там ходила в церковь и так далее, но в один определенный период жизни осенью я увлеклась старого. и я делала расклады для самой себя и, допустим, там людям, которые обращались. И такая вещь, что в колоде Таро там, по-моему, 78-76 карт, и когда человек к тебе обращается, ты на его проблему делаешь расклад. И то есть, грубо говоря, ты вытаскиваешь четыре карты, именно эти четыре карты полностью описывают его проблему, несмотря на то, что ты даже не знаешь этого человека, ты вообще как бы ничего не знаешь о его жизни, и именно, то есть эти четыре карты могут полностью о нем все рассказать. Да, и я могу, допустим, поверить то, что там это совпадение один-два раза, но когда это происходит систематически, как это вообще объяснить? То есть, магия или как это, как вообще работает вот этот Таро и все остальное? Ну, так же, как и все остальное, так же, как и шаман, летающий по деревне. Все, в принципе, работает более или менее нашим убеждением и того, что это работает. Если мы будем убеждены в том, что это работает, оно работает, как ни странно. Ну, здесь, я говорю, там, наука такие вещи не может объяснить, и, наверное, никогда не сможет, потому что всегда останется что-то такое, что все равно, вот астрология, например, да, сколько с ней боролись и борются. Астрология наукой не является. Любой фундаментальный ученый скажет вам, что астрология не наука. С ней боролись церковь, наука, государство. С ней боролись вот две тысячи лет, как существует астрология, идет эта борьба. И все равно ничего с ней не сделаешь. То же самое и карты Таро, и любые другие карты. Я думаю, что это вечная история. Ну, зависит от того, как вы это все воспринимаете. Спасибо большое. Здравствуйте. У меня получилось... После вашей лекции у меня образовался такой вопрос. Какое было ваше первое впечатление, когда вы познакомились с шаманами? Очень хороший вопрос. Спасибо большое тебе. Первый раз я увидел шаманов в 2008 году, когда я был в Мали, я только-только начинал заниматься Африкой, я защитил кандидатскую диссертацию, и мне нужно было придумывать для докторской тему. Я заинтересовался африканскими языками, поехал в Мали изучать африканские языки. И там я познакомился с шаманом, который водил меня по деревням, рассказывал мне, как это все у них работает. И вот у меня с ним случилась такая история. Мы идем по тропинке, тропинка раздваивается, мы в деревне находимся, и я иду направо. И он мне говорит, стоп! Я говорю, а что такое? Ну туда идти нельзя, это священная тропинка, пойдем вот лучше налево. Я говорю, ну она точно такая же на вид. Он говорит, ну священная тропинка. Я говорю, а что будет, если я на нее все-таки пойду? Он говорит, ты умрешь просто, и все. Я говорю, ну слушай, ну что это за ерунда? Ну тропинки одинаковые на вид. Ну да, ну ты вот пойдешь по ней, ты умрешь, хочешь, посходи. И я стою как бы, и там еще люди остановились неподалеку, с большим интересом смотреть на меня, как вот я сейчас буду, как белый будет умирать. И я, понимаете, я не пошел. Ну потому что ты не можешь, ты думаешь, ну а вдруг, ну я не знаю, что случится. А потом вечером, мне же у них ночевать, они мне вечером что-нибудь подсыпят, потом утром скажут, ну вот видите, мы же говорили, а ты не верил. Вот. И вот это было, конечно, очень сильное первое впечатление. Хорошо, что вы меня о нем напомнили. Спасибо большое. А на самом деле, знаете, если честно, я читал эту лекцию всего один раз, и там вот первый вопрос, тоже был от девушки, вот примерно такого возраста. Девушка очень просто спросила, скажите, пожалуйста, а вы можете вот заколдовать мою учительницу по рисованию, чтобы она превратилась, скажем, в жабу? И я как бы, ну я офигел, честно говоря. Я не могу, если вдруг у вас будет такой вопрос, вы мне можете, конечно, написать в личном сообщении, но я не могу заколдовать учительницу в жабу, потому что если бы я это мог, наверное, на свете было бы гораздо меньше учителей по рисованию, а жаб гораздо больше. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Здравствуйте. Такой вопрос, вот мы можем видеть, и вот то, о чем вы рассказывали, в целом, что шаманизм и подобные практики магические, они встречаются чаще всего в Южной Латинской Америке и в Африке. И одновременно эти регионы являются самыми странными третьими мира. Третьего мира, по сути, но в то же время у нас, ну, назовем их белые страны, они самые развитые, то есть христианство равно развитие, грубо говоря. В связи с этим вопрос, может, это они наколдовались, а чтобы у них там все плохо было? Прекрасный вопрос, спасибо. Ну, слушайте, именно там сохраняется традиционная культура. Во всех ее проявлениях. Поэтому именно там и сохраняются вот эти все ритуалы традиционные, церемонии, верования. Там, где это сохраняется, там и максимальное сосредоточение вот таких вот интересных фактов. Конечно, страны, скажем так, Северной Америки, Европы, здесь уже очень, ну, здесь ничего не осталось от традиционной, скажем, от нашей традиционной русской культуры не осталось практически ничего. Мы о ней практически ничего не знаем. Мы ее изучаем с таким же удивлением, как африканскую. Поэтому здесь и нет ничего, но это следствие обратное. Здесь наладилась современная цивилизация, и поэтому здесь нет колдовства. Они наоборот, здесь нет колдовства, и поэтому здесь люди живут именно так. Ну, то есть мы противопоставляем по сути цивилизацию и колдовству, верно? Современную цивилизацию и колдовство, да. Ну, а Мексика? То есть это вроде бы цивилизация и огромные деньги, которые вращаются в руках олигархов, и одновременно колдовство. Нет, ну, я бы не сказал, во-первых, Мексика, слушайте, Мексика существенным образом не является развитой страной. Ну, как государство, может быть, нет, но деньги там есть, как, например, в Колумбии из-за наркотиков, по сути. слушайте, деньги есть и в Габоне, Габон, очень богатая страна, добывает нефть на шельфе, ничего с этим не сделаешь, но традиционная культура, она так просто не уходит там за 30 лет или за 50 лет. Традиционная культура сохраняется в этих странах именно потому, что там огромное количество неграмотного населения, в том числе в Мексике, которое продолжает жить совершенно традиционным образом. Если вы съездите по мексиканским деревням, вы увидите, что миллионы людей никаких денег не слышали, в принципе живут той же самой натуральной экономикой, которой они жили много тысяч лет назад до прихода европейцев. А тогда вопрос, почему бы нам не стать, ну типа нам не жить как в Африке, чтобы у нас на примитивном уровне все было хорошо. То есть, если условно меня спросят, новый телефон или не болеть, я скорее скажу не болеть, то есть или вылечиться, например. То есть, ну зачем этот процесс запустился тогда, если все прекрасно работало с язычеством, которое, ну, вероятно работало, если мы основываемся на... А вы кому сейчас вопрос задаете? Владимиру Крестителю? Философский вопрос. Ну, нет, ну вы же можете как-то это объяснить, может быть? Нет, нет. Ну это не моя сфера жизнедеятельности. Ладно, и последний вопрос. А что в итоге с палкой? Ну, что, почему не горел рот? Я не знаю. Вот я как раз и привел этот пример, потому что ответа у меня нет. Ну, хорошо, спасибо. Спасибо вам. Здравствуйте. Здравствуйте. Мне хотелось, в принципе, в общем, наверное, спросить по поводу того, что вы видите, возможно, причинами распространения именно в масштабах популяции таких верований и, более того, возвращения к ним. Но так как половину вопроса уже было откушено товарищем, который задавал вопрос до меня, мне конкретно интересно, как вы видите связь между распространением и доступностью разных галлюциногенных веществ и, собственно, интересом к подобным верованиям. Потому что я помню одну забавную теорию о том, что многие чудеса и сильная религиозность в начале прошлого тысячелетия могла быть связана с тем, что каждую весну на полях было очень много споров полыньи, которые являются отравляющими плесенью на пшенице. Это мощный вопрос. Спасибо большое. Ну, смотрите, магия очень часто действительно связана с различными дурманящими эффектами от растений, от дыма, от различного рода снадобий. Поэтому это практикуется очень часто везде, практически везде шаманы используют какие-нибудь либо это будут там даже очень часто бутылка джина просто стоит, ты там пьешь или какие-нибудь дурманящие травы или запахи, что-то такое, потому что это вызывает транс. Вот, собственно, задача лишить человека его нормального состояния и вывести его в транс. Это, собственно, один из инструментов шаманских практик, который существовал всегда и везде. Это, в общем, связь, которую наука прекрасно осознает и это так работает, да, действительно. Спасибо. Без этого никуда, в общем. Здравствуйте. Спасибо большое за интересную лекцию. У меня в ходе лекции возник такой вопрос. Есть ли какие-то отличительные признаки, есть ли какие-то признаки, по которым можно определить, что перед вами находится колдун или ведьма? Внешние признаки. Хороший вопрос. Ну, я не знаю, мне сложно определить. Я, пожалуй, что не соглашусь. Это все-таки профессия, понимаете? Но если у него шапка какая-нибудь рогатая надета, скорее всего, да, так оно и есть. А так, честно, внешне, но может быть, у него какие-нибудь горящие глаза. Знаете, как вот у этих всех в битве экстрасенсов смотришь по телеку, у них у всех глаза выпучены на лоб. Они, я думаю, специально, конечно, это делают, такую дикую рожу. Но, в принципе, это играет роль, настраивает человека на нужный лад. Если ты приходишь, а там сидит какая-нибудь усталая женщина, как какая-нибудь кассирша, ты, наверное, ей меньше доверяешь, чем если у нее глаза вращаются вокруг своей оси. Понятно, спасибо. Давайте мы попробуем Виталий, пристрои, пожалуйста, обратно. Спасибо за лекцию, у меня прошла мигрень. Пошло. То есть, так это тоже работает. Так все прикладываемся к Кириллу, у кого мигрень там. Пошло. Вот яркий пример, как сток сена разукрашенный двигался по площади, и этому нет объяснения. Так верим или не верим? Ну, вот я всегда отвечаю себе на этот вопрос так. Наука чего-то не знает, но наука в будущем это точно объяснит. Вот я себе так это верю. Я как бы верю в научный метод, и, наверное, это единственное, во что я верю. Я полагаю, что когда-то люди не понимали, что такое гром, и они тоже думали, что это сверхъестественно. Сейчас мы гром оставили в покое, но мы, значит, копну сено, не можем объяснить. Ну, когда-нибудь объясним и ее. Вот я себе так отвечаю. Но спасибо, это хороший вопрос. Здравствуйте, большое спасибо за лекцию. У меня возник такой вопрос. Во всевозможных статьях, роликах, в интернете, в видеоиграх, там, где есть шаманы, почему-то всегда я видел тотемы. Видели ли вы эти тотемы, и чем они вообще отличаются от обычных амулетов? Да, смотри, хороший вопрос, да, смотрите. Шаманизм, тотемизм, анимизм. Это три формы основные языческих религий. Анимизм, вера в духов, шаманизм, это вера в сверхъестественные возможности шамана, и тотемизм, это вера в определенные тотемы, это материальные какие-то предметы, которые содержат сверхъестественную силу. Тотемом может быть двоеточие. Зверюга, например, вот в Африке тотем, у каждого рода есть тотемное животное. Вот когда я жил в Африке, мне причислили там к определенному роду, и у моего рода есть два тотемных животных. Это собака и рыба-сом. Значит, мне нельзя есть собаку, мне нельзя есть рыбу-сом. На всякий случай их я не ем. Может, я и так бы их не ел. Но в любом случае, может быть зверь, может быть тотемом какая-нибудь река, может быть тотемом камень. Амулет все-таки это рукотворная некая штука, которая тотемом сама по себе не является. Тотем – это некое природное явление, вот которому поклоняется либо один человек, либо род, либо весь народ, вся деревня, вот такие вещи. Большое спасибо. Спасибо вам. Здравствуйте, спасибо за лекцию. У меня такой вот вопрос. Пытались ли вы полностью всем сознанием погрузиться в язычество или в религию не как ученый, а именно как человек? Ха! Ну нет, не пытался. Ну у меня не получается. Спасибо. Я как бы что-то… Понимаете, я столько всего знаю про это все. Вот про религии, про историю религии, про эти верования там языческие, про эти шаманские практики, что вот эта информация, она делает тебя ну, несколько циничным, да? Ты уже все это рассматриваешь просто как некие изобретения человека. И ты уже в этом убежден, что богов придумывают на земле. И поэтому очень сложно во что-то поверить. Я не знаю, что будет дальше со мной, может у меня голова съедет куда-нибудь и я поверю в этих самых в огнеглотателей. Но пока сейчас этого, видите, не происходит и в общем, ну я не знаю, я нормально себя чувствую. Спасибо. Здравствуйте. У меня короткий вопрос. Вот вы много уже видели и исток стены, и палку горящую, и от мигрени вас вылечили, и что же должно произойти конкретно с вами, чтобы вы поверили в магию? Ну, я не думаю, что это произойдет на самом деле. Именно потому, что, ну, мне комфортно в этом состоянии, я уже столько всего этого наизучал, что, наверное, я не смогу поверить во что-то очень там конкретное, в какую-то конкретную традицию, в какую-то конкретную там, в какое-то конкретное верование. это должна быть какая-то сильная психологическая встряска. Я не знаю, говорят, что к старости сознание трансформируется. Вот я скажу... Сколько вам лет? Да уже огромное количество лет, но видите, оно пока никак все время не трансформируется. Вот. Я все жду этого, но оно что-то не приходит. Прихода нет. Вот. Ну, посмотрим, может еще случиться. Спасибо. Здравствуйте. Спасибо большое за лекцию. Смотрите, такой вопрос. Сказали, да, не верите, и прозвучало слово терапевтический, психотерапевтический сеанс. Как считаете, возможно, все вот эти чудеса исцеления, чудесное возвращение мужской силы объяснить самовнушением, эффектом плацебо, то есть, вот что-то такое? Конечно, я это ровно так себе и объясняю. В общем, это наука традиционная, многие эти вещи так и объясняют. Это как раз воздействие на психологию. Вот история про человека, мужская сила которого оказалась в спичном коробке, она именно про это. Человек себя убедил, над человеком провели некие манипуляции, которые как бы в его сознании вернули ему все на свете. И у него теперь все хорошо. Это ровно то, что делает с вами психотерапевт на сеансе в нашем с вами 21 веке в городе Тольятти. Вот, мне кажется, что эффект один и тот же. Спасибо. Ну да, осталось только вопрос мигрению решить. Спасибо. Да. Давайте последний вопрос. Здравствуйте. Спасибо большое. У меня такой вопрос. Вы в основном изучали дальние страны, Африку. Вопрос в следующем. А видели ли вы где-то в России что-то подобное, может быть, в каких-то деревнях? Видели бабушек, травниц? И наблюдали ли вы, например, в наших церквах, как изгоняют нечистую силу из людей? И что с ними в этот момент происходит? Спасибо. Спасибо большое. Отличный вопрос. Я всегда, на самом деле, такими вещами интересуюсь. Не могу сказать, что я научно их изучал. Все-таки в это надо погружаться. Нужно смотреть литературу, нужно изучать этнографию. Я этого специально не делал. Я это изучал в Африке, в Латинской Америке в основном. Здесь, конечно, такие вещи существуют. Я вот недавно был у немцев. Знаете, немцы, в отличие от немцев, у них есть шаманы. И там был шаман Коля. Коля. Шаман Коля, у него был единый рецепт для лечения всех болезней. Нужно было ему принести две бутылки водки. Шаман Коля весьма популярное существо. Он, значит, к нему приезжают из администрации. В общем, он много чего рассказал. Его по телеку все время показывают, крутят по Первому каналу. Вот он, значит, живет таким образом. Более того, я слышал, естественно, большое количество рассказов про то, что есть вот мужчина, который, значит, умеет лечить. Есть женщина и бабуся, которая умеет привораживать или, наоборот, отмораживать. В общем, естественно, это все истории я слышал. Мне ужасно всегда хочется попробовать это на себе. Вопрос в том, что на мне почему-то очень мало чего работает, к сожалению. Сколько этих снадобий не пил, это и айаваски, и все на свете, что-то мне не приходит вот это вот. Наверное, в это нужно все-таки сильно углубляться. Ну, заметьте, Кирилл, расстройство желудка к вам тоже не приходит. Видимо, это магия. Наверное. Спасибо вам большое. Спасибо, друзья. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...